Продолжение следует... Дай мне самый сладкий арбуз для нашего хана Вот А он хоть спелый? Конечно, спелый, господин А как мне узнать-то? Ой, чёрт! Передай своему хану Султан Мамету Если вы не сдадитесь в течение трёх дней Мы разрушим ваш город Долго думали старейшины Как им от беды избавиться Но так ничего и не смогли придумать А давайте Отравим Джанвек хана С ума сошёл Их же больше нас в десять раз Давайте проберёмся незаметно к Джанвек хану И убьём его Так нас же всё равно меньше О боже Что я буду делать? Не пойдёт Пошлите меня к Джанвек хану Я попробую освободить наш город от вражеской осады Уходи отсюда Ты ещё мал, чтоб соваться в такие дела Хан мой Злоба враг А ум друг Не сердись на этого мальчика Может, он и вправду спасёт наш город Давайте пошлёп его Джанвек хану Подумали старейшины, поспорили и, наконец, решили послать мальчика к Джанебекхану. «Дайте мне старого верблюда и бородатого козла!» Удивились старейшины, но дали мальчику все, что он просил. Мальчик взобрался на верблюда, а козла повел за веревку. Недолго они шли к юрточному поселку Джанебекхана. Неужели в ханстве султан Мамута не нашлось более старых и бородатых послов? Если хочешь разговаривать с самым старым, поговори с этим верблюдом. А если хочешь разговаривать с самым бородатым, тогда поговори с этим козлом. Ты смел и умен. Я награжу тебя до этого. Проси, что хочешь. Подари мне столько земли, сколько влезет в мою сумку. Ха-ха-ха! Ну, хорошо! Тогда мальчик разрезал сумку на тончайшие полоски. Потом связал эти полоски в один длинный предлинный ремень и обвел им осажденный город. Увидал это Джанебекхан и огорчился. Понял, что мальчик перехитрил его. Да делать нечего. Надо ханское слово сдержать. Подарил он мальчику его осажденный город и ушел вместе со своим войском из этих мест. Так мальчик спас свой город. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова